Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Снова поговорим сегодня в том числе о коронавирусе. А как же без него? Все новости, как я не включу, все коронавирус, сколько заболело, что делать, чтобы не заболеть. И одно из важнейших средств, чтобы не заболеть, это соблюдение всех мер гигиены и безопасности. А это не только дистанция, это не только ношение масок, это еще и дезинфекция. Важнейшая еще важнейшая мера, которую надо постоянно применять, к которой надо прибегать. Все мы знаем, что сейчас всевозможные средства продаются, активно рекламируются. Но вопрос в том, что не все из них, что называется, как те йогурты, одинаково полезные. И люди, естественно, беспокоятся, а можно ли бесконтрольно, к примеру, протирать руки? А что будет, если протирать лицо? Ведь тоже, как говорят нам, вирус, он может быть и на лице. Ты заходишь в помещение, на тебя там кто-то до этого чихнул, и на лице тоже может быть этот самый вирус. А чем его протирать? То ли лицо просто умыть в раковине, то ли вот этим самым антисептиком, дезинфицирующим средством протереть или нет. Не будет ли это опасно? И вот появилось такое средство, которое объединяет все предыдущие, которые вроде бы изобретены, и которые действительно универсальны. Об этом мы сегодня поговорим с гостями нашей студии. А вы, слушая их разговор, можете задавать вопросы по телефону 300-190. 300-190. А пока хочу представить гостей. Это Николай Николаевич Румянцев, доктор медицинских наук, региональный представитель фонда «Древо жизни». Добрый день, Николай Николаевич. Добрый день. И Евгений Михайлович Петров, доктор медико-технических наук, создатель вот этого самого средства, которое называется «АВИР». Добрый день. Добрый день. Евгений Михайлович привел к нам буквально, что называется, с поезда, с пыложарой, с первопрестольной, потому что он именно там работает. Поэтому я очень благодарен, что он нашел свое время, выкрыл в своем напряженном графике, чтобы приехать к нам в Тверь и рассказать об этом средстве. Итак, для начала, господа медики, ученые, скажите, вообще, насколько сейчас действительно важно пользоваться всевозможными дез-средствами, то есть, которые дезинфекцией занимаются, вот сейчас в разгар вот этой второй волны коронавируса, которая, как сейчас даже сообщают, она даже похлеще первой. Ну, я начну как по правах местного жителя. Ну, во-первых, добрый день, уважаемые телезрители. Очень приятно оказаться с вами наедине и рассказать, может быть, то, что очень важно для каждого из нас. Сейчас очень много различных передач, которые говорят об этом я, мы, там, вот как. На самом деле, то, что сегодня происходит, достаточно серьезное испытание для общества в целом и для каждого из нас в отдельности, для каждого из нас, для нашего иммунитета, организма и здоровья в целом. Ну, и, как бы, я думаю, что актуальность настолько велика, что каждый сегодня внимательно прислушается о том, о чем мы говорим. Не случайно так случилось, что я вот познакомился с Евгением Михайловичем уже достаточно давно, но, как говорится, и узнал много интересного о том, что он создал. На самом деле, различных препаратов, различных дезинфицирующих растворов такое огромное количество, что порой очень трудно сориентироваться. Но мы, я думаю, что, как говорится, сейчас узнаем о том, что есть и в определенном смысле не то, что панацея, но возможность исключить, как говорится, ошибку, то есть использовать эффективное средство, и, второе, использовать его безопасно. Это очень важно, то есть не нанести вреда ни себе, ни окружающей среде, ни своим питомцам домашним, ну и, естественно, ни детям. Поэтому я хочу предоставить слово, наверное, все-таки автору, рассказать более подробно о этом чудесном... Мы о нем обязательно поговорим подробно, но все-таки для начала, чтобы люди вообще понимали, то есть то, о чем я говорил. Вот, Евгений Михайлович, люди ведь путают дезинфицирующие средства и антисептики, бывает и то, и другое называют антисептиками. Так скажите, вообще в целом, если пока не подступать к кавиру непосредственно, а что и для чего нужно вот из этих двух веществ? И то, и другое на самом деле нужно. Я тоже хотел поблагодарить тех, кто сидит сейчас у экранов телевизоров и слушает нашу программу. Мне бы очень хотелось тоже сказать спасибо, и я постараюсь со своей стороны не обмануть ваше доверие и быть для вас интересным сегодня. И дать ответы на те вопросы, которые могут прозвучать. Немножко расскажу о том, что сама медицина, это безусловно борьба с инфекциями, потому что много разного рода заболеваний есть, но самая опасная, конечно, инфекция. И как с ними бороться, на каком-то этапе появилась необходимость их профилактировать. И вот с целью профилактики появились ДЭС-средства и антисептики. И то, и другое очень нужное веще. Отличие ДЭС-средств от антисептиков в том, что они предназначены для обработки поверхности. Поверхности любых помещений, потолков, стен. Это ДЭС-средства. Они предназначены для обработки поверхности в помещениях и самих помещений. Это могут быть предметы обихода, детские игрушки, мебель, одежда, столы, стулья, посуда. Все, что у вас прикасается с человеком. А вот антисептики предназначены для обработки кожи. Прежде всего кожи рук, что мы берем для того, чтобы мы прекрасно знаем, что у человека многократно дотрагивается до своего лица, дотрагивается до кого-то, до чего-то. Детские инстинкты, все попробовать, они как бы не уходят с возрастом, а если уходят, то недалеко. Вот это и главное отличие. Вот. И в этой связи тоже следующий вопрос. Есть ли какие-то у этих средств нынешних недостатки? Я просто много слышу этих обывательских разговоров, что они все не очень, мягко говоря, полезны, потому что это все сплошной хлор, хлор, хлор. Поэтому даже вот, который для рук предназначен, тоже не стоит ими злоупотреблять, к примеру. То есть есть ли какие-то недостатки? Вот эти обывательские страхи, что называется, они обоснованы? Они, конечно же, обоснованы. Почему? Потому что у любого средства, предназначенного для борьбы с живыми микроорганизмами, есть два фактора. Первый фактор – это их токсичность для этих микроорганизмов. А второй – токсичность для человека. С одной стороны, мы должны убить патогенную микрофлору, а с другой стороны, не повредить ту микрофлору и те клетки, которые, собственно, представляют из себя клетки нашего организма. И посему вот эти два графика, они разнонаправлены. С одной стороны, чтобы быть эффективным, средство должно быть токсичным. С другой стороны, оно должно быть эффективным. И вот на пересечении этих двух графиков где-то лежит золотая середина. То есть, как говорят медики, вот я сколько раз это слышал, большинство лекарств, они по принципу одно лечишь, другое калечишь, к сожалению. Всё зависит от того. Ну, это не совсем так, но в какой-то мере можно так высказаться. Конечно, злоупотребление лекарствами и их неправильное применение может привести, естественно, к нарушению процесса лечения и соответствующим образом вызвать осложнение. Я просто хотел ещё добавить, вы спросили вначале о дезинфицирующий и антисептический раствор. Николай Николаевич, да, мы к нему, я говорю, обязательно перейдём. Просто хочется для начала, чтобы люди понимали изначально, что исходные данные, чтобы у них были. А у нас сейчас исходные данные в том, что должна быть реклама. Буквально три минуты, не переключаясь. Мы сегодня говорим об очень интересном средстве, которое вам всем очень пригодится. И вы много что интересного о нём узнаете. Реклама. Мы снова в прямом эфире. Как видите, у нас беседа продолжается даже во время рекламной паузы, потому что у нас сегодня разговор очень интересный. Мы говорим о том, как уберечься от коронавируса не только посредством ношения маски или, к примеру, о соблюдении дистанции, но и дезинфицируя окружающую поверхность, самое главное, и себя самого, да-да, протирая руки, лицо. И вот появилось такое средство, которое не опасно, потому что, да, дезинфицирующие средства, как мы уже говорили сегодня до рекламы, они бывают разные. Господа, расскажите, какие обычно используются вещества? Ну, понимаете, так или иначе, допустим, в качестве антисептиков чаще всего используют различные приготовленные растворы на основе спиртов. Ну, на основе спирта обычного, этанола, да, так сказать, достаточно редко, потому что, ну, в силу определенных обстоятельств его пьют, чтобы не зло употребляли, да, так сказать, пытаются, во всяком случае, его использовать как питьевой, различные перегонки делают и так далее, поэтому это привело к тому, что очень много используются различные другие, запропилывают, там, делают масса спиртов, технических спиртов, которые, так или иначе, обладают свойствами антисептическими, соответствующим образом, но обладают еще свойствами токсическими, достаточно выраженными, то есть пить этот спирт, естественно, нельзя, его можно использовать для обработки кожи, там, так сказать, рук, тела, так сказать... А лицо, к примеру, можно протирать или нежелательно? Ну, лицо можно, в общем-то, протирать, зависит, конечно, от индивидуальной переносимости, если у кого и может быть реакция, но чтобы не попало на слизистый, потому что это вызвать может определенные, так сказать, сразу нехорошие последствия. Поэтому есть такой нюанс, да, вот, как уже было сказано, наш препарат обладает как дезинфицирующими свойствами, вот, а дезинфицирующие свойства, а самые лучшие, обладают свободный хлор, да, который можно использовать, разводить, там, соответствующим образом его использовать, но тут мы сразу столкнемся с тем, что и с антисептиками, он токсичен. Это хлор? Конечно. Во время войны газ применяли, хлор, боевое отравляющее вещество. Да, да, соответствующим образом обработав его, нужно много проветривать, нужно соответствующим образом приводить в соответствие, вымывать и так далее, ну, то есть, какие-то остаются последствия, но и более того, если животное, допустим, ребенок и так далее, может получить, ну, нежелаемое... Отравление, отравление, да. Вот, авир в этом случае отличается, обладая дезинфицирующими, антисептическими свойствами, он совершенно безопасен и для слизистых нашего организма, то есть, как бы, всех его, так сказать, проявлений, и для дыхания, соответствующим образом, можно его распылять, то есть, превращать, так называемый, в холодный пар и соответствующим образом обрабатывать окружающий воздух и поверхности, и соответствующим образом, там будет действующим начало не хлор, а хлорноватистая кислота, которая, собственно говоря, совершенно не представляет. Но это те нюансы и детали, которые лучше Евгений Михайлович расскажет, наверное, так сказать, там есть много нюансов, о которых я бы хотел подчеркнуть, вот, Евгений Михайлович рассказал бы, почему этот препарат является, потому что, на самом деле, как бы, вот, аналитов нейтральных достаточно много, их производится по стране, но авир обладает особыми свойствами, да, так сказать, не случайно его называют авир, как это, дезинфектант третьего поколения, да, вот, ну, это вот нюансы уже, конечно, всех не откроют, Евгений Михайлович, но многие приоткрыть завесу интерес вызвать у зрителей. Поясните, во-первых, телезрителям, что такое аналит? Давайте я, опять-таки, чуть-чуть отойду в сторону и скажу, что и антисептики, и дезинфектанты бывают, по сути дела, одной из трех природ. Это либо водные растворы ядов, которые убивают патогены, ну, могут при определенных концентрациях и влиять на живые полезные клетки и микрофлору. Они бывают спиртовые растворы некоторых ядов и так называемые водные полимеры. Это препараты последнего поколения, которые создают на поверхности кожи или поверхности предметов, помещений, некую пленочку, у которой есть свойства адгезии, когда они связывают патогены на себя, не допуская проявления их активностей и проникновения через рубежи нашего организма, через кожу, через слизистые, через дыхательные пути и так далее. Что же такое тот препарат, про который мы сейчас и сегодня пытаемся начать с вами говорить и говорим? На самом деле можно вернуться глубоко в историю, потому что подобного рода вещами впервые научно заинтересовались в конце XIX века. Одним из разработчиков подобного рода вещей являлся Дмитрий Иванович Меделеев. Он много времени уделял и такого рода работам. Они широко известны, и, конечно же, в его 30-томнике об этом есть речь. Но, знаете, маятник истории качается в одну сторону, в другую сторону. И вот маятник снова качнулся в Советском Союзе в 1978 году в славном городе Ташкенте, в Узбекской республике, входящей тогда еще в состав Советского Союза. Там, в Ташкентском Нее нефти и газа, при разработке такой интересной темы, как гидроразрывники, но у пласта, обратили внимание, что гиперсолевые растворы после их электрохимической активации, этот процесс очень близок к электролизу, но лучше их не путать, потому что они принципиально немножко разные. Так вот, в процессе электрохимической активации обычной поваренной соли вдруг у одной из двух получаемых жидкостей стали наблюдаться парадоксальные действия на микрофлору. Прежде всего, на микрофлору, которая является паразитарной, и микрофлору, которая является источником инфекции. Этот процесс стали изучать, и в результате короткого, но бурного научного прогресса в конце 80-х годов у нас в Советском Союзе была разработана в том институте, в котором я некоторое время работал, линейка приборов, предназначенных для получения дезрастворов. В зависимости от их мощности и в зависимости от целей создаваемых растворов, этих приборов было три. Аквахлор, стео, изумруд. Первый был предназначен для очистки вод с дальнейшим его использованием в промышленности, в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности. Я могу сказать, что такими растворами до сих пор промываются трубопроводы пищевые на производствах молочных, связанных с брожением пивоваренных и, как ни странно, даже спиртовых, потому что микрофлора все равно возникает. И для того, чтобы ее уничтожить, нужно иногда менять свойства. Вроде бы спирты и сами убивают все, но, тем не менее, иногда надо взять и промыть эти трубопроводы другим средством. И вот таким оптимальным средством являются электрохимически активированные водные растворы поваренной соли, пропущенные через соответствующие большие установки. Они современные, красивые, разные мощности, которые создают из обычного раствора водного соли в воде два типа жидкости. Один тип жидкости имеет сильно положительный заряд, а другой тип жидкости имеет сильно отрицательный заряд. В простонародье их стали называть живая и мертвая вода. Соответственно, мертвая — это та, которая имеет положительный заряд, а живая — это та, которая имеет отрицательный. Но в зависимости от того, насколько велик этот положительный заряд, стали наблюдаться явления сдвига кислотно-основного равноденствия в ту или иную сторону. Например, при положительном заряде жидкость, обычная вода становилась кислотой, а при появлении отрицательного заряда обычная вода становилась желчей. На сегодняшний день можно из обычной воды, из водопровода, из бабушкиного колодца или даже из обычного пруда, пропустив ее через установку, сделать либо кислоту, либо желчь. В случае, если эта жидкость с положительным или отрицательным зарядом укладывается в так называемый pH живого организма, они носят название нейтральное. На самом деле, нейтрально может быть и живая, и мертвая вода, а вот кислая или желчная вода, она тоже полезна для организма, но среди ученых до сих пор идут споры, как сильно кислые, как сильно желчные работают. У меня, как углосоздателя и как специалиста в этой области, есть, конечно же, свое видение, своя клиника, которая пользуется такого рода вещами уже не один десяток лет. Я думаю, ответил. Да. И, АВИР, когда пришла мне вот интересная идея, что надо бы создать такое вещество, которое все-таки лечило, но не калечило, что называется? Сколько времени ушло на создание, мне интересно. АВИР появился более 10 лет назад, в то время, когда я работал в научно-производственном объединении КРАН. Это та организация, которая возникла и стала преемником Всесоюзного научно-исследовательского института медицинской техники. То есть, вот тот головной институт, который, собственно, и разрабатывал аппаратуру для электрохимической диссоциации растворов. Ну, все меняется, особенно в эпоху, когда Советский Союз стал, по сути дела, отдельным российским государством. И мы стали думать уже не только о том, чтобы создать нечто свое. И это свое было, чтобы показать, предъявить, и чтобы дети гордились, чтобы папа чего-то сделал. Чем же принципиально отличается тот продукт, который создал я, от того, что было до меня, то есть в 80-е годы? На самом деле, всего лишь несколько хитростей. Хитрость номер один. Дело в том, что так случилось, что аналиты с 80-х годов и практически до недавнего времени были незаслуженно забыты. Почему? Потому что в своем производстве, как вы понимаете, иногда более целесообразно использовать химию, ну, в том числе для разного рода коммерческих целей, нежели чем единожды купить советский прибор и навсегда забыть о необходимости закупок химии для бюджета и так далее, и так далее. Вот у вас есть один холодильник, который, условно говоря, купили еще ваш дедушка и бабушка, и поле для вашей коммерческой деятельности, оно очень резко снизилось. И вот с учетом вот этих факторов, плюс конкуренция, которая сложилась на нашем рынке из обилия иностранных средств, как-то были вымыты. А вот сейчас появилась эта пандемия, появился коронавирус, и нужно было решать вопрос, а что у нас есть? И вспомнили, что у нас есть мощное, высокоэффективное, быстродействующее, нетоксичное средство под названием электрохимические растворы и аналиты. Так вот, аналит, тот, который создал я, это не аналиты 80-х годов, созданные на тех установках. Это аналит, созданный сравнительно недавно на установках нового поколения. Они создают более мощные растворы с более высоким зарядом, при этом сохраняясь в области нейтральных значений ПАЖ, а бездвига в кислую струну. То есть, они более предназначены для общения с человеческим телом и не вызывают кислотных свойств. Они абсолютно менее токсичны, чем можно на себе представить. Это момент номер один. А момент номер два. АВИР представляет из себя гомеопатический раствор. Потому что в нем растворены в гомеопатических дозах некоторые военные полимеры. То есть, опять это баронка наша? Это наша баронка. Это наша баронка про то, что я вам говорил, что существуют полимеры, которые накладываются на любую поверхность, на поверхности, на кожу, на слизистой и создают микрозащитную пленку. Так вот, кто-то верит в гомеопатию, кто-то не верит в гомеопатию. Но если рассматривать АВИР с точки зрения микробиологических эффектов, то у моего препарата микробиологический эффект по поражению паразитарной флоры увеличен по сравнению с обычными аналитами в три сотни раз. В триста раз? В триста раз. Это означает, что быстрое действие наступает почти мгновенно, и он абсолютно нетоксичен. Это вода. В триста раз более сильнее, да, нетоксичнее. В триста раз более. На самом деле это отражается и в тех протоколах испытаний, которые сопровождают, ну, как документально, как любой препарат, он имеет свой сертификат, да, который разрешен, что он безопасен, ну, там, разрешен к использованию. И, соответственно, еще протоколы испытаний. Я могу сказать, что вот как бы на одном из них, то есть есть стандарт, который, да, вот как бы максимальный стандарт, который должен достигать, ну, как бы достигать любой из них. То показатели, допустим, дезинфекции по скорости, по времени, да, то есть, ну, вот сколько нужно, чтобы прошло времени, чтобы полностью там обеззаразить какое-то, ну, там, белье, допустим. Ну, к примеру, да, или вот этот стол, условно говоря. Да, 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 ну, как бы стол может быть не самый удачный, более такие сильно зараженные, так сказать, поверхности, то они как минимум в два-три раза быстрее происходят, авером, чем все те, которые, ну, стандартные, так сказать, дезинфектанты. Он действует быстрее, сильнее? Да, и, кстати, такой нюанс последний, который мы там упустили, говорили в перерывах, что наша кожа, если говорить об обработке человека, так сказать, антисептиками, ну, то есть, когда вот нам рекомендуют соблюдать определенные правила, да, это на сегодняшний день, это мыть чаще руки, там, носить маску, перчатки. Как можно чаще протирать все время. Протирать, да. На работу все приходят тут же сразу к этому аппарату, который брызгает. Соответствующим образом, ну, если говорить об антисептиках, спиртсодержащих, так или иначе, они, наша, вот, как бы, кожа, это тоже орган, очень важный для нас орган, который обладает, он выделительной функцией, да, так сказать, ну, также он, вы знаете, наверное, что он с кожи всасывается, с поверхности кожи, так сказать, может всасываться. Для чего на этом основаны действия различных, ну, будем говорить, там, физиотерапевтических, так сказать, препаратов, которые там пробивают через кожу, там, это, или всасываются непосредственно с кожи различные, так сказать, мази, да, там, так или... Ну, и яды, в том числе, и всасываются. Да, то есть, допустим, действия тех же, ну, как бы, пресловутый новичок, да, который попадает на кожу, там, в микрочастицах и поражает, проникая через кожу. Вот, в этом плане выделяется особо, что он не наносит никакого вреда, даже, так сказать, если резорбтивно мы получаем какие-то дозы через кожу или через слизистые, он не наносит никакого вреда, а наоборот, даже определенным образом наносит пользу, да, так сказать, дает возможность локально очистить даже, ну, допустим, если человек прополоскал горло, там, или так далее, он локально соответствующим образом уничтожит патогенную флору, да, так сказать, что для нас важно. И, кстати, такой нюанс, как-то, вы помните, этот президент Америки там все заявлял, что там какой-то на свет найти, чтобы там, ну, дезинфицировать человека везде, и кровь, и все возможные, как говорится, со всех сторон. Вот Авер в какой-то мере это позволяет, мы можем дышать посредством распыления, да, так сказать, соответствующим образом получать и тоже воздействовать достаточно глубоко на бронхолегочные наши требы, так сказать, то есть дышать и уничтожать, это, вокруг, уничтожая соответствующим образом, как говорится, инфекцию в воздухе и на поверхностях. Я, кстати, посредний такой нюанс по исследованиям, которые я прочитал, что Авер позволяет, если не производить других воздействий, то есть если оставить площадь нанесенной этой пленки, она может держаться до 28 дней, так сказать. Это, можете себе представить, насколько серьезен эффект, ну, как бы, то есть это такой длительный, длительный период, ну, если мы, допустим, обработали эту комнату и закрыли ее, да, так сказать, то пленка эта будет сохраняться до 28 дней, и здесь будет стерильно. Ну, вот, соответствующим образом можно себе представить, насколько это можно обезопасить себя от, ну, будем говорить так, воздействия по вот этих патогенных организмах, как это и вирусов, и коронавирусов в том числе. Я думаю, это очень важный момент, и нужно его понимать, ведь каждый из нас хочет что? Хочет какого-то чуда. Аверт, это представляет, мы, кстати, много говорим, но вот в таких баклажках с такими, вот с фирменной, как говорится, эмблемой, вот это наш Аверт, который позволяет, вот здесь вот, кстати, перечислены все возможные, но мы в последующем сейчас будем еще, наверное, говорить и расскажем о том, как это применять и как это будет соответствующим образом действовать. Вот такой таблички, я думаю, нет ни на одном из производимых на сегодняшний день, действительно, антисептики, которые позволяют... То есть, я вижу значки, щетка, значит, им можно мыть, допустим, пол, к примеру, или вот этот стол. Я здесь вижу, изображена ванна с жидкостью, и в нее падают овощи, соответственно, им можно мыть продукты питания. И самое главное, не потерять и столовые качества, и не из них. Вот, то есть, сразу вопрос, не будут ли они горчить, там еще что-нибудь. Это же обычная вода с каким-то количеством растворенных солей. Все остальное, что добавлено, добавлено в гомеопатических дозах, и можно спорить, можно не спорить, а можно просто посмотреть протоколы испытаний. Я хотел бы вот коснуться последний раз вопросов, связанных с токсичностью, и напомнить и телезрителям, и радиослушателям очень интересную вещь. Ну, вспомните, как ходит дезобработка помещений. Приходят соответствующие ребята, как правило, в защитной одежде, в резиновых перчатках, в противогазе, в очках, и ходят с поливилизатором, как правило, и поливают, обрабатывают поверхности, которые вступят с вами в контакт. Да, они немножко и обрабатывают воздух, потому что все-таки это современные средства холодного или горячего аэрозольного облака. Так вот, в этом отношении так поступают все, потому что дезорастворы токсичные. АВИР не такой. АВИР можно увидеть тех же ребят, которые будут ходить в трусах с обнаженной кожей, без каких-либо масок и очков, и будут спокойно обрабатывать. Так вот, в силу его нетоксичности, обрабатывать можно помещения в присутствии людей. То есть, если, например, сейчас стоит необходимость это помещение прямо в студию обработать, сюда может войти девушка с обычным устройством для стерилизации и дезинфекции помещений, побрызгать все вокруг нас, побрызгать в конце концов вас, налить вам некого облака, распылить на вашем лице, на вашей прическе, на вашей одежде и спокойно уйти. При этом вы не почувствуете практически ничего. Может быть, очень легкий запах не хлора, а хлорноватистой кислоты, то есть, это так называемые диоксиды хлора, которые на порядке менее токсичны, чем боевое отравляющее вещество хлора. И вот на этом ноте я закрываю разговор о нетоксичности нашего препарата, что, собственно, здесь и отражено. В новом редакции мы решили добавить некоторое количество пиктограмм, их будет добавлено еще, три мы посчитали это необходимым, потому что на сегодняшний день вполне актуальна защита не только человека, но и защита домашних питомцев, потому что они все-таки на коже, на шерсти, на лапках могут принести любую заразу с улицы. Ну да. Так вот, на новых пиктограммах будут изображены и домашние животные, хомячки, кошечки, собачки. Те, кто в первую очередь ходят на улицу, то кошки и собаки в первую очередь. Да. Хомячки еще, ладно, они может дома, а вот кошки и собаки это обязательно. Точно так же мы добавляем пиктограмму, связанную с сельскохозяйственными животными, то есть это овцы, коровы, лошади, страусы, ну и домашние птицы, у куры, утки, канарейки, любимые детьми попугайчики и так далее. Все, что есть и хотелось бы сберечь от любой инфекции, которая может прийти сейчас, а мы видим, что возвращаются болезни очень напрягающие, на самом деле и беспокоящие профессионалов, инфекционистов, и микробиологов, и иммунологов, и вирусологов, потому что природа, например, коронавируса до сих пор не ясна и не познана. То есть мы с ним боремся, а против чего боремся, толком не понимаем? Толком не понимаем, а те, кто понимает, может быть, и не хотят рассказывать. Лучше вам этого не знать, да? Лучше вам этого не знать. Ну, хотел бы еще, так сказать, продолжить вот это, чтобы у нас, как говорится, интерес зрителей не упал, так сказать, мы рассказали так, как бы, хотя бы режимируйте, продвигать дальше. Зачем мы это все, собственно, рассказываем, да, то есть в связи с той обстановкой, которую, так сказать, Евгений Михайлович тут, как бы, описал, соответствующим образом вот эти, ну, как бы, меры обезопасить себя и общество просто необходимы. И, как бы, вот АВИР является тем, можем сказать, универсальным средством, которое позволит защитить себя со всех сторон. И не только конкретному человеку, чего мы особо призываем, потому что, значит, если человек будет соблюдать определенные правила лично и своей семье, там, ну, как бы, так сказать, это уже определенная гарантия и возможность, так сказать, ну, жить здоровым, да, даже несмотря на эту обстановку. Но и, возможно, для людей, которые нас обслуживают, у кого сфера обслуживания, там, рестораны, кафе, магазины, пекарни, ну, все, что угодно, где человек заходит, где они обмениваются, где мы что-то получаем, это тоже возможность каким-то образом достаточно значительно снизить риски заражения. То есть, используя, как вот сейчас сказал, холодное или горячее, распыляя облако, ну, вы представляете себе, если мы распылили, вы заходите, допустим, из стена этого облака, вы через него проходите, вы практически становитесь почти стерильным, да. Наличие маски вы не разбрасываете, вы спокойно взяли, что хотели и пошли дальше. Полы чистые, пленка и распыленные соответствующим образом тоже дезинфекция полная. То есть, это возможности защитить себя от этой, ну, будем говорить так, очень нехорошей болезни. Причем, используя, как вы уже говорили, там, про животных, вы говорили, ведь тоже специальные распыляторы всевозможные. Можно мелкодисперсные просто, ну, как бы, типа распыля... То есть, можно вот, которые наливают, там, кактусы опрыскивить, к примеру. Да, пожалуйста, что угодно. Пшик-пшик-пшик, можно. Вот, эта маленькая форма, которую мы прилагаем и будем прилагать в дальнейшем к пятилитровой типовой расфасовке, как правило, хватает на сутки. То есть, это стандартный флакончик, в данном случае 15 мл, который вот можно спокойно распылить в помещении. То есть, для индивидуальной защиты... Для индивидуальной защиты можно побрызгать на лицо. Это функция увлажнения, на самом деле, и защиты. При этом, как я уже сказал, пленка, которая возникает, она достаточно эффективная. Я не хочу сказать, не хочу, но... Потому что это использование не прописано в сертификате, но я могу сказать, что, например, можно воспользоваться как антисептиком для полостирта. Лично я этим пользуюсь. Да, я не прописывал это в сертификате, потому что это требует клинических испытаний. Но лично для своих друзей я показываю, что он не токсичен абсолютно нигде никак. Более того, если он антисептик, и его можно использовать в присутствии людей в такой форме, как туман, вы сами понимаете, что определенное количество препарата попадет в легкие. Так вот, я, например, считаю, что это огромное его преимущество. Почему? Потому что, будучи разбитой молекулой до размерности 2 микрона, она спокойно проходит до мельчайших легочных клеток бронхолегочного дерева. 2 микрона – это тот размер, который попадает в альвеолы и убивает все, что мы получили в течение дня. Полная защита, в том числе до наступления деления. А вот, мне интересно, антисептик-антисептик, а можно ли его использовать, скажем так, в медицинских целях? Ну, к примеру, вот ранка. Поранился человек. Да, можно. К примеру. Да, можно. Ну, обеззаразить, во всяком случае, первичную обработку. Да, первичную, конечно же. Не знать, что брызнул и все, и все заросло. Не как в сказке «Живая и мертвая вода». Но, тем не менее, вот, к примеру, или даже, знаете, у меня как у мужчины мысль такая, тоже, сколько знаем мы, веществ, которые, ну, по сути, антисептики после бритья, к примеру. Ведь в чем суть этого геля после бритья, правильно? Он же не для красоты, он потому что ты побрился, у тебя мелкие ранки на лице, соответственно, может быть, там потенциальное загноение и так далее, высыпание. Все мы знаем, проблемы многие сталкиваются. Получается, его можно использовать как средство после бритья? И да, и нет. Сейчас я расскажу. Дело в том, что все-таки положительный заряд, как я уже сказал в самом начале нашего разговора, он приближает свойства ближе к кислотным. Так вот, кислота сушит кожу. Нейтральный ПАЖ ничего не делает с кожей. Вот как было, так и было. За счет того, что это все-таки вода, немного увлажняет. А гели и всевозможного рода средства после бритья, они, как правило, имеют отрицательный заряд и шелочные свойства. Они увлажняют кожу. В данном случае здесь есть свойства антисептика и увлажнители просто как вода. Но это не шелочная вещь в том плане, что за счет какой-то химии вы увлажняете кожу и создаете ощущение размытости. Нет? Мне кажется, это более полезно. Я думаю, что увлажнение будет и антисептические свойства тоже проявятся. Что, так сказать, потом можно и дальнейшем и другие какие-то использовать средства. Я просто хотел, как говорится, время наше утекает, а хотелось бы все-таки рассказать нашим зрителям, для чего мы, собственно говоря, здесь собрались и так долго рассказываем об этом, о прекрасном растворе, который позволяет то-то, то-то. Просто мы хотим сказать о том, что у нас открылось региональное представительство. Я его возглавляю, которая позволяет, базируется она на базе Тверской медтехники возле станции Москвичная, знаете, промышленный проезд Том-3. Соответствующим образом, так сказать, телефоны, я думаю, покажут на экране. Это позволяет нам привести непосредственно и дать возможность использовать и защитить себя. То есть в Твери появляется, мы еще будем открывать розничные точки в нескольких местах, в центре, ну, ближе к центре и в спальных районах, где люди могли бы, так сказать, приобрести это все. Это мы будем дополнительно сообщать, пока Тверская медтехника, вот, соответствующим образом получить какую-то консультацию и, соответствующим образом, приобрести необходимую для пробы там и так далее, так сказать. Как я уже сказал, они выпускаются 5 литров, да. Ну, рекомендации использовать после вскрытия, здесь под крышку налита, так сказать, соответствующим образом, она хранится долго, до двух лет, да, может, соответствующим образом. Но если вы его вскрыли и начали использовать, то необходимо его в течение, там, ну, двух-трех недель максимум, да, наверное, ну, лучше, так сказать, две недели. Это, более того, постоянно встряхивать, они имеют свойство расслаиваться, так сказать, чтобы все время был, как-то перед использованием, сболтать, да. Это, соответствующим образом, ну, как бы, будет правильное воздействие. То есть, это вот, как бы, координаты, где это можно взять, потому что много говорили, это первое. А второе, собственно говоря, а зачем его взять? Вот, как мы уже сказали, мы так не называем, человек, вот мы живем утром встали, соответствующим образом, у нас есть возможность где-то там протереть все вокруг, так, свои руки, там, так далее, сбрызнуть. Там включенно может работать распылитель, который, увлажнитель, распылитель, который создает атмосферу, мы дышим. В него просто налить надо. Да, в обычную. Да, в обычную, это самое, налить, он не портит, не теряет своих свойств. А как раз, я, кстати, еще один очень важный момент. Если говорить о всех остальных дезинфицирующих средствах, которые, ну, обладают токсичностью, они, кроме всего прочего, еще создают ту пленку, которую надо так или иначе потом смывать. Они, более того, они зачастую оказывают воздействие на поверхности, то есть, как бы их или оставляют разводы и так далее. А налитой этой неприятной штуки нет, пленка создается, она невидимая, и, более того, в процессе, через время, где-то через месяц, она распадается, по сути дела, на воду и углекистый газ. То есть, как бы, она не оставляет практически уже после себя никаких последствий в плане негатива. Поэтому мы можем все это активно использовать везде, это, как мы сказали, с животным погуляли, сбрызнули ему, хотя бы лапы протерли, там животных сбрызнули. Растения тоже, кстати, хорошо реагируют, их можно сбрызгивать совершенно, они растут лучше и быстрее, не болеют. Кстати, те же говорили, там, грибковые, да, вот как бы, трубопроводы. Ведь, вот чего, воздействие активно оказывать на грибки. Все компоненты для средства и антисептика АВИРа, на самом деле, имеют рекомендации всех необходимых инстанций, типа Роспотребнадзор, профильных институтов, для цели защиты кормов зерна, как для сельскохозяйственных животных и птиц, так и для человека, в том числе от грибков, защиты овощей и фруктах на складах и товарных областях. Дуже важный момент. Сейчас мы снова прервемся, еще одна реклама, не переключаясь, мы все говорим об уникальном средстве АВИР, которым можно дезинфицировать все, начиная от обычного письменного стола, заканчивая, к примеру, протереть лицо, что сейчас в условиях коронавируса очень важно. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». У нас появился еще один гость, вы видите, у нас проходит как раз сейчас процесс обеззараживания воздуха в нашей эфирной студии, а мало ли, коронавирус все-таки не дремлет, а мы теперь можем быть совершенно спокойны, у нас здесь стало чище и стерильнее. Николай Николаевич, то есть вот так вот можно обеззараживать воздух, к примеру, в квартире? На самом деле это самый простейший прибор, который стоит копейки буквально, который позволяет, даже оставив его хоть на ночь, или то время, которое вы себе желаете, чтобы кто-то там запах не хочет, чтобы сильно проветрить можно было. Вот ставим этот прибор и уже через, ну я думаю, что эта студия будет обеззаражена минут через 20, уже 30. Я думаю, что минут через 10. Ну может даже через 10, ну так, с гарантией может быть больше. Вот, ну я думаю, что будет большой рекламой, если вы будете этим пользоваться, мы вам оставим это в подарок и, так сказать, наш эфир, который позволит вам хоть частично создать какие-то условия и возможности. Когда про коронавирус будем и дальше обсуждать, наконец. Да, то есть всегда сможете обратиться к этому и протереть те же столы, когда у вас приходят сюда гости. Но я все-таки хотел бы, у нас не так много времени осталось, сказать, что обратите внимание на эту информацию, нас найти несложно, так сказать, и в студии Тверского проспекта всегда нас тоже, так сказать, на нас выведут, если кто-то что-то не запомнил, не услышал. Мы всегда будем, я думаю, что и не последний раз мы по телевидению. Вот, но тем не менее, основной момент, пользуйтесь этим даром. Давайте назовем, как оно называется, это средство, авир. В переводе с латинского и с древнего арамейского просто корень. Корень. У нас ведь такой корень жизни, а в данном случае корень стерильности, чистоты, что сейчас очень важно, средство авир, которым можно купить предприятие Тверская медтехника, а в дальнейшем оно будет продаваться и в других точках города, да, Николай Николаевич? Да, мы сейчас и развернем эту сеть, просто есть некоторые технические моменты с организацией продаж, так сказать, получения акведов и так далее. Но это решаемый вопрос, и мы в ближайшие дни, у нас нет времени ждать, потому что волна нас, как говорится, настигла уже, и действительно заболевших становится все больше и больше. Значит, надо соответствующим образом научиться жить в этих условиях, помогать себе и окружающим. Один из таких помощников – это вот средство уникальное, АВИР, которое позволит вам во многих случаях создать безопасную среду. И хотел бы еще сказать, чтобы обратили внимание люди, которые, ну, будем говорить так, бизнесмены, которые оказывают услуги, проводят какие-то мероприятия и так далее, то есть рестораны, кафе, пока они все открыты, парикмахерские и так далее, где можно активно использовать эти, как обеззараживая воздух, так и протирая всевозможные поверхности, заливая там, я не знаю, как говорится, какие-то, так сказать, вещи, так сказать, их проводить, проводя эти дезинфекции. То есть объем возможности огромный. И хочу, подведя итог, у нас эфир все-таки подошел к концу, самое главное, это абсолютно безвредно для детей и для животных. То есть средство АВИР вы не бойтесь оставить без присмотра, а вдруг ребенок схватит, или там ваш домашний питомец лизнет, ничего страшного, это абсолютно безопасно, что очень важно, в отличие от других антисептиков и дезинфекции. Ну что же, мы сегодня говорили о таком новом средстве АВИР, которым можно дезинфицировать любое пространство, руки, лицо, можно мать, и можно даже его пить, ничего страшного абсолютно не будет, наоборот, лишняя дезинфекция организма не помешает. Спасибо большое, уважаемые гости. Это была программа «Сема дня». Крепкого вам здоровья. До свидания. До свидания. До свидания.